это меня там не было нам интересно что ты увидишь ты несколько дней там его искал даже искал бы больше недели в тех подземельях как я выглядел сколько мне было лет реально как на физике а как понять по полусморченной зеленокожей лягушки человекообразный как по ним сколько ему лет красивый наверно тоже красиво с грязными ногами красотка с таким душами с очень широким лицом очень грязь грязь не кровь грязь всегда отмыть мужик я тоже такое было но тем не менее он ходил за тобой его искала вам знание всем нам с той магии зная про этот кубик на орбите я бы его сбил магии просто расхерачил если сейчас можно квантовые компы рубить тогда тем более стом с той силой что там было ну ладно чему-то его когда дни я не пробил посмотри кто я был и что я был осень и вылез из кочерги чё-то рапортовать хочет он о чем хочешь сказать тебе такое не построит у них не хватит оборудование такой удивленный так и там столько вот вот не могут не могут чего-то не хватает ну ладно пусть починит по крайней мере что подчинялся фото запустит это они могут почти да почти по крайней мере не мне не основная функция но второстепенно потом посмотрим так все верно смотри ну катков сколько мне было борода-то там росла людей все таки росла но у меня какая была борода кубин но длинноватая так насколько смотри больше чем сейчас смотри смотри да папку яс значит сколько мне лет было ну как я сказал бы уже под сраку на тогда по жизни чем я занимался то есть первый раз ты увидел вообще доспехи и этот роевский интерфейс где все выводится на экран это тоже одна из ипостасей ну там все шаманы более-менее да реальный возраст смотри не воплощение как бы что тысячи лет то что тебе подсознание говорит а вот тот биологический возраст которым я пошел обижать обезьянку 27 почему какими оборотами какой планеты вокруг какой звезды был там возраст 27 лет но не в этом воплощении да поэтому я эту песенку и вставил умерли в свои 27 в сказку из сочи 27 не было на этой уже планете когда помер первая линия обороны на дирижабле почти в стратосфере отстреливаясь реально это пехота десантура космическая правда там именно смотри там 44 или 45 смотри без цифер на внешний вид это сейчас мне 44 45 вот ты скачешь снова у тебя пошло как несчастное что ну на внешний вид не еще ничего себе можно еще пару раз жениться а там я был женат да на молнию смотри смотри тебя прям какой-то им снизу всплывает и ты прям вот где-то сопротивление откуда теперь я уже не еду вижу алью муромца какого-то прям не такого как живут на той планете а такого как живут на этой планете кто эти картинки начинает подсовывать я думал ты из библиотеки да я-то причем сижу никого не трогаю посмотри а я больше ни с кем не взаимодействую ну вот почему смотри напрямую на ту планетку на зверька я вижу он ходит за тобой может он не физически ходит но он тех лабиринтах всегда пусть их лабиринтах там довольно темно мне он всегда кого-то сзади либо своим сознанием висит либо действительно там находится но если он сзади физически подобрался я бы там не успел ничего сделать значит он видит как у него как система видеонаблюдения где там ходишь путем убедить он тоже магии владел на он некоторое время прятался но когда понял что все равно я его упертый достану решили такие принять бой потому что еще немного я буду конца изучил систему лабиринтов и понял бы где он он тоже не убежал смотри мозги у него какие были ниоткуда да квантовые там для мозги подключен кроя ведь этот клубик на орбите и работал на его мозги да и у него проекция как у масонов сейчас квантовых компов у него в мозгах такая подточка кроя то есть он всю магию отправлял в рой обчитывалась компанию все магия структурировалась конструировалась он тебя не боялся когда ты ходил он просто ему время он использовал для просчета разных вариантов из-под этого события м да и как говорил танос я сама неизбежность и напал на тебя когда все эти варианты были просчитаны понял что не убежать да но он не собирался убивать он там жил он просчитывал варианты как от тебя избавиться его рост смотри ты уже сказал и мой сравни феические не энергетики ну по сиськи наверно ему больше чем абориген эту планету почему но не сильно тело то обычно обычные тела мы выяснили уже сколько рост до полтора метра может метр семьдесят да а его мы выяснили 2 4 так еда идет сама чё ему прятаться то было или он что-то знал или что смотри по сути еда идет ну подумай да нет он четко у него радаром мощность считывал он понимал где и дать и не еда он знал что ты серьезный противник он это чувствовал поэтому ты долго так и ходил по тому лабиринту потому что он искал возможность именно он благоприятно для него исхода событий ну смотри там темно он то мог там ориентироваться и знал и видел и нет бит и мог скажем так магии да но глазки там не видели смотри где битвы-то было самой темной пещере как развивалась да он обрушил на тебя что-то тебя придавило смотри что кроме так ну это образ такой понятно хорошо он потом сколько лет жил долго и счастлива 600 теле его физическому сколько вечер в том ты как-то не был то есть его ранил он не восстановился домой меньше года как он лишал умирал год или цифра 1 немножко другое начать в течение года умерла скажем так точку что он воплощал на энергетике я не пойму в течение года полностью распалась взаимосвязь то ли это тело сгнило то ли его квантовые мозги вытекли год вытекали ей я не вижу ритуал да он смотри вот это вот жертвоприношение сама идея то эгрегор накачанный да он распадался он потому что не было кормежки кормежки не было потому что мы оба умерли то временем скажем так как только радио приемник перестал работать связь прекратилось остались только квантовые копии скажем так через которые прогоняли это воровье сейчас мы еще последние до разбираем и даже этого не будет даже в квантовых симуляциях если будут кого-то убивать энергии будут уходить то она в квантовых симуляциях пересчиталась как как и в этом теле магия перегоняли сейчас этого не будет это я понимаю не идут двумя путями не либо магическим путем выводят энергетику но твоим недостаточно они сейчас развивают поднимают уровень технологий чтобы выйти на технологический способ они уже вышли сначала сделали на уровне магии в реальности иначе бы не получилось выявили зверька который ест душу и период переводит и все это сопроводили квантовыми компаниями все это рассчитали все это и днк и все в квантовых компах нашли место такое и сделали зверька на физике ну что иначе бы просто в квантовой симуляции это бы не получилось и все перегоняли всю магию через него а потом где бы они ни были это все работало перегоняясь через него времени нет тот самый зверь сомневши один из скажем так сатанизме ну вот просто возраст другой был не увидел совсем молодой сверл смотри 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 а как поднять по каким признакам у него ушки зеленее должны быть или как в том теле ну посмотри ну видно же ты собачку видишь вот ты же понимаешь щенок это либо борцы пес потому что я знаю размер не важен потому что та же баллонка очень быстро становится тех же размеров, что и старик. Но это молодая, видно прям. Ты когда задаешь вопрос, ты хочешь уйти, от ответа. Ты задал вопрос, сколько тебе было лет. Я знаю, что собака живет 15 лет, поэтому по внешнему виду я могу приблизительно определить. Через полгода она такого же размера, как и старый. Да. Отличий нет. И седина даже не появляется очень часто. Ну, взрослый-то. К тому телу сколько лет, да? По аналогии. Ну, не ребенок. Ну, не 5 лет, да. Вполне самостоятельная, адаптивная единица физическая. Ага. Используя термины нашего возраста, скажем так. Будь это на земле. Я мой скал 33 года. Уровень самостоятельности, личности, ментал, крепость ментала. Каким возрастом совместимы, споставимы. Че, 15 лет по тем меркам-то? Да, да. Соответственно, мой не сколько было. Да, плюс-минус лет 12. Да. Чуть поменьше. Я прям не успел даже еще осознаться, ничего вспомнить, ничего. Да. Тебе не было, когда ее отдали. Угу. Тебе где-то. Барлякова и Орискин. Ну, там, поместный мир. Тебе как в другое племя изводили. Что за племя? Падальщики какие-то. Ну, животные какие-то. Но, стайдные. Откуда там стайные падальщики были? Да хрену знает, родились там. Угу. Местные. Как шакалы. Смотри. С тайной или раевы? Местные ли? Может, не местные, но рожденные на той планете. Угу. Может, воссозданные. Может, 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 снова устал. Потому что я устал. Мне уже тяжело отковыривать информацию. в Аватаре не все рассказали просто. Про зверька забыли сказать еще про кое-что. Да. Племена собирал. В дальний обход пошел. Чувак, который приперся в теле местного, на самом деле, не местный, зная обо всей этой структуре. Ну, вот, кое-что не учел. Не все племена собрал. Пришлось срочно вернуться и вручную закончить этот проект. Хотя можно было объединить много племен и еще грохнуть еще эту херню на орбите. Планета красивая, да, похожая на Аватар. Как видит там такой. Один большой планетарный Вьетнам. Куча грязи. Сплошные тропики. Угу. Без полюсов. Угу. Аватар, они макия реально все делали. Скалы есть, но они низкие и все под зелень. Угу. Скорее, большие холмы высокие, да? Там реактор мощный внутри планеты. Угу. Ядро, да. смотри, как пышет прям. Ух ты ж. С той планеты смотри, души какие-то есть на земле? Не вижу. Не равно. Были? Может. ли я по времени плохо вообще вижу сейчас, назад-вперед, вообще хреново. Закрылся опять, как знакомо. Ладно. Достаточно. На сегодня вообще хорошо поработаю. Долго. Четыре, сейчас еще почти три с чем-то, три с половиной, четыре часа. Плотная работа, ладно. Вот. Продолжение следует...